Ну, вы знаете, если говорить о техногенных катастрофах, то каждая из катастроф имеет свои, так скажем, предпосылки и свои корни. Их обобщать как-то в одно общее нельзя. Если брать ту же Булгарию, то я считаю, что здесь предпосылками этой катастрофы в первую очередь выступает человеческая алчность и жадность. То есть те люди, кому принадлежало это судно, полностью игнорируя то, что может с ним случиться ввиду его, так скажем, изношенности и старости, тем не менее, стремились заработать деньги. И сознательно допуская, что что-то может случиться, тем не менее, жажда получения этих денег привела к тому, что судно потерпело крушение и погибли люди. И, безусловно, владельцы этого судна должны нести соответствующую ответственность, в том числе уголовное и уголовное наказание. То, что касается произошедшего недавно в московском метро, здесь, видите, имеет место быть фактор некой такой халатности или, как говорится в народе, вот русского авось, да, или вот что-то сделал, не доделал, доделаю потом, забыл и прочее. Я все-таки считаю, что здесь основной фактор – это недостаточность контроля, так скажем, лиц, которые ответственны за проверку работы вот этого рядового персонала, что и привело к этому, потому что, если даже рядовой рабочий будет знать о том, что проделанная им работа будет проверяться в обязательном порядке, он не сможет вот никакой проволочкой ничего прикрепить и забыть об этом. Так что в данном случае, я считаю, виноваты этот рабочий и его руководители.